Здравствуйте, уважаемые читатели библиотеки номер 144! Я Шумила Виктория, кондитер, волонтёр мероприятий шоу Китчен и проекта Торт для мамы. Сегодня я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом и рассказать про секреты приготовления пряных капкейков. А в конце видео вас ждёт задание. Ну что ж, поехали! Для теста мы берём сахар, муку, 2 яйца и специи. Здесь уже разрыхлитель замешан. Для начинки нам нужен сахар и яблоки. Для крема нам понадобится 100 г масла сливочного, оно должно быть мягким, 400 г творожного сыра. Его можно заменить на творожный сыр Хохланд или Виолетта. Не надо брать плавленый сыр, это совсем другое. И 100 г сахарной пудры. Есть лайфхак, как быстро размягчить сливочное масло. Мы просто нарезаем его кубиками. Берём вот такую примерно чашу, в неё наливаем кипяток. Оно стоит секунд 10, кипяток выливаем. И чашу накрываем просто как колпаком масла. И оно довольно быстро становится размягчённым. Итак, для капкейков мы сначала первым делом взбиваем 2 яйца с сахаром до плотной пышной массы. Смотрите, какая уже белая пышная масса. Вот такой нам и нужно добиваться. Чем лучше мы взобьём яйца, тем пышнее у нас будут бисквит. Ну, капкейки, кексы. Всё, пока мы положим в сторону яичную массу и займёмся мукой. Как я уже сказала ранее, у меня тут разрыхлитель мука. Мы добавляем все специи наши к муке. Замешиваем. Берём ситечко и к нашим яйцам просто просеиваем всю муку со специями. Где-то, наверное, в два захода. Между заходами мы их перемешаем, чтобы была однородная масса. У меня самый любимый инструмент на кухне – это лопатка силиконовая, потому что она очень хорошо экономит продукты. Я вот так вот со стеночки пройдусь, по стеночке пройдусь, и всё. И она собрала всю массу. Ложкой я бы так стояла и долго-долго соскребала. Так, вот такая у нас пышная масса хорошая. И остаток муки мы просеиваем. Всё. Ну, почти наш бисквит готов. Я чем люблю этот рецепт? Тем, что он самый быстрый. Просто взбили яйца, просеяли с мукой. Всё, тесто готово. Ничего лучше не пожелаешь. Потому что есть рецепты, где надо масло добавить, масло взбить, масло растопить, шоколад растопить, что-нибудь потереть, добавить и так далее. Мне такое не нравится. Я любитель простоты. Ну вот, в принципе, наше тесто для капкейков готово. Всё, теперь мы берём наши капсулы. Либо это форма для кексов, либо это вот такие бумажные стаканчики. И сейчас разложим их по капсулам и отправим в духовку. В духовку у меня уже заранее разогрета до 180 градусов. Итак, следующий лайфхак. Это чтобы нам не просто разливать тесто по капсулам, потому что оно может как-то пролиться, будут некрасивые качеки. Мне такое не нравится. Я беру кондитерский мешок. Он у меня многоразовый. Здесь я прищепкой закрепляю конец, который уже открыт. Беру большой бокал. Надеваем на него мешок. Всё. Сюда сейчас перельём тесто. И уже из мешка будем это тесто раскладывать по формочкам. У кого нет мешка, ничего страшного. Можно вообще спокойно ложкой переложить. Чем угодно. Просто вылить и так далее. Но мешок нам понадобится, когда мы будем украшать кремом капкейки. Опять же таки, если у вас нет мешка, ничего страшного. Крем можно выложить на капкейки столовым ножом. Либо ложечкой. Ну, так и хаотичные носки. Либо мы можем взять пакет полиэтиленовый и подрезать его с уголка. Ну, удастся, немного массы получилось. Всё, открываем наши капкейки и выкладываем их. Всё, наши капкейки отправляются в духовку на 180 градусов. Примерно на 30, может быть, даже меньше. Я буду смотреть по готовности. Первым делом мы высыпаем сахар в сотейник с полстым дном и ставим его на огонь. У меня плита довольно быстро нагревается. Нам нужно добиться состояния жидкого сахара. У нас уже янтарный цвет сахара. Это хорошо. Только нам нельзя передержать его. Нельзя допустить того, чтобы он стал сжённым. Иначе это, пиши, пропало, потому что будет неприятный и горький привкус. Всё, отлично. У нас весь сахар растаял. Пока мы не ставим на огонь, добавляем сюда яблоки. Я решила, что мне не хватает пряности, поэтому добавлю я где-то пол чайной ложки корицы. Это, опять же-таки, всё по вкусу, всё индивидуально. Мне хочется, чтобы было пряно вкусно. Итак, наши малыши уже подоспели. Чтобы проверить точно, как готовы они или нет, мы берём пробу на шпажку. Что это такое? Ну, в данном случае у меня не шпажка, а палочка для суши. Но это не важно. Главное, чтобы она была деревянной. Протыкаем ею капкейк нещадно. И смотрим, есть ли какая-то сырая масса на шпажке. Нет, шпажка абсолютно сухая. Если на ней крошки будут, ничего страшного от капкейка. Значит, наши капкейки готовы. Всё, мы их вынимаем. Просто нужно долго-долго взбивать, пока масса не будет белой. Видите, у нас масло жёлтое. Когда его взбиваем с сахаром, оно становится белым. Начинаем. Мы собираем наши капкейки, начиняем начинкой и украшаем сверху кремом. Ну, а дальше украшаем уже, как ваше душе вздумается. Так, первое, нам нужно сделать дырочку в капкейках. Я это делаю таким специальным устройством, но вам для этого можно просто ножичком воспользоваться, вырезать кружочек или ещё как. Посмотрите, какие у нас воздушные, пышные, мягкие капкейки получились. Они очень приятно пахнут специями. Всё, в эту дырочку мы кладём нашу начинку. Постараемся захватить и яблочек, и самой карамельки. Вот так вот, чтобы было вкусно. Всё, теперь берём и украшаем кремом, как нам вздумается. Я сейчас покажу такой бюджетный вариант, для которого не нужны разные насадки. Ничего, просто нам нужно распределить этот крем по поверхности капкейка. Это можно сделать просто обычным ложкой, кухонным ножом и так далее. Всё, распределила. А теперь мы берём какую-нибудь тарелочку, высыпаем сюда любую посыпку, которую найдём в магазине. Я вот, например, эти посыпки в новогодней тематике нашла в Магните. Безумно рада своему, своей находке. Распределяем так, чтобы это было примерно равномерно. Всё. Теперь берём такой вот ножичек столовый, делаем шапочку ровной. Максимально ровной, насколько у вас получится это сделать. У меня так получилось. И теперь просто берём и окунаем нашу шапочку в посыпку. Вот, а теперь я покажу вам чуть-чуть посложнее вариант. Так, покажу вам ещё несколько способов украсить новогодние капкейки. Здесь у меня наш беленький крем-чиз, который я смешала с зелёным красителем. Краситель я покупала в кондитерском магазине. Но, кстати, в последнее время я видела, что их и в Ашане начали продавать. Итак, я взяла кондитерский мешок. Для этого взяла, вставила туда насадку, где много-много резьбы. С помощью стакана я уже показывала вам этот лайфхак. Перекладываю нашу массу. И сейчас буду кратить. А, кстати, вот номер насадки у меня 7FT. Так, первый способ украшения. Мы делаем ёлочку с помощью круговых движений. Сделали первый ярус, пошли на второй. Вот, получилась наша ёлочка. После этого мы её украшаем любой кондитерской посыпкой. Вот так просто хаотично делаем весёленькую ёлочку. Крем комнатной температуры, поэтому он не очень стабильный. Вот, но мы поставим в холодильник, и ёлочка наша застынет. Итак, следующий вид декора, который мы сделаем, это шапочки Санта-Клауса, ну или Дед Мороза. Итак, делаются они примерно так же, как ёлочки. Сейчас делаем основу, и потом начинаем в серединке делать улиточку. Улиточку, 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 улиточку. Опа, получился карпачок. Далее берём белый крем. Сбоку делаем меховые пушистики. Назовём это так. Ну и обязательно нам нужно сверху сделать пум-пум. Вот, получилась шапочка Дед Мороза. Ещё один вид декора. Тоже шапочка Дед Мороза, только уже в горизонтальном виде. Для этого нам нужно белая база. Разравниваем это ножом, чтобы делать более-менее ровную поверхность. Да, вот мне полосочками больше понравилось. Так, далее берём наш снова беленький крем. Делаем ему кинг-пуан. И делаем ему меховую окантовку. Всё, что случилось, такая шапочка. Уважаемые читатели библиотеки номер 144, чтобы принять участие в акции Book Challenge, вам необходимо в комментариях к данному видео написать как можно больше литературных произведений, начинающихся на буквы И. Кинг-пользователь может добавить только один комментарий. Ответы принимаются до 10 часов утра завтрашнего дня. И уже через сутки вас ждёт новая буква и новое видео. Удачи! Ответы принимаются. Аминь. Продолжение следует...